Деви Махатмем Сказание о величии богини Перевод санскрита Андрея Игнатьева Деви Махатмем, глава шестая, убиение Тумра Лочаны Провидец сказал Услышав такие слова богини, посланник, охваченный негодованием, отправился к царю Дайтеев и все ему сообщил подробно Выслушав слова вестника, царь Асур тогда в гневе повелел предводителю Дайтеев Думра Лочане О Думра Лочана, поскорее же сопровождаемый войском, приведи силы эту негодную женщину, свалив ее из-за волосы таща А если кто другой поднимется, чтобы защитить ее, да будет он убит Будь ли то он из числа богов, якши или гандарвов Провидец сказал Получив от царя Дайтеев приказ, Дайтея Думра Лочана в торопях выступил вместе с шестидесятью тысячами Асур Увидев богиню, восседающую на заснеженной горе, он громко крикнул Ступай же в присутствие шумбхи и не шумбхи А если ты не пойдешь сейчас по доброй воле господину моему, то силой отведу я тебя, свалив из-за волосы таща Богиня сказала Ты послан владыкой Дайтеев, могуч и сопровождаемый войском И если ты хочешь увести меня силой, то что же мне поделать Провидец сказал После этих слов богини к нему обращенных Асура Думра Лочана подступил к ней Но Амбика обратила его в пепел произнесением Затем она на разгневанное великое воинство Асур обрушила дождь острых стрел, копий и топоров После этого, потрясая гривой и в ярости издавая ужасный рев Лев, являющийся ездовым животным богини, набросился на войско Асур Одних Дайтеев он убивал ударом передние лапы Других загрызал Из третьих великих Асур он выбивал дух, топчая их задними лапами У одних лев вырывал когтями внутренности А у других ударом лапы отделял головы от туловищ Он отрывал головы и руки у одних и пил кровь других, потрясая гривой В мгновение то войско целиком было уничтожено разъяренным львом Великим духом, который служит богине, ездовым животным Услышав о том, что Асура Дхумра-Лочана был убит богиней А воинство целиком погублено ее львом Разгневался повелитель Дайтеев Шумбха С дрожащей нижней губой повелел он великим Асурам Чанди и Мунди О Чанда, о Мунда, сопровождаемые великими силами Ступайте же и приведите ее немедля Волоча за волосы или же связав Или если будет сомнение в успехе битвы Всем имеющимся оружием пусть Асуры поразят ее И после того, как та негодная будет сражена И ее лев умерщвлен То час же возвращайтесь Связав и забрав Амбику с собой Так в Шримар-Кандея-Пуране В Деви-Махатме Заканчивается шестая глава Называющаяся Убиение Думра-Лочаны Заканчивается шестая глава